всем привет с вами андрей и наталья ой но нормально всем привет с вами наташа и андрей в этом видео мы будем смотреть тизер сериала дюна пророчества от hbo это предыстория дюны то есть она будет связана с новыми фильмами мы кстати смотрели обе части ходили в кино и писали об этом телеграм-канале и мы там еще много что пишем всякие отзывы на проекты которые посмотрели новости и с вами взаимодействие так что обязательно подписывайтесь да мы там писали достаточно кратко но в целом нам очень понравилось особенно вот когда сходили на вторую часть и перед ней мы посмотри пересмотрели первый фильм у нас была такая немножко забавная история что когда мы смотрели первую часть кинотеатра еще в 2021 году у нас осталось странное впечатление после просмотра но когда мы пересмотрели нам почему-то понравилось и 2 я видел много разных отзывов что кто-то говорит что наоборот атмосфера чуть-чуть 1 потеряна и больше как-то вот ускорен темп более такой экшеновый фильм но все равно мне понравилось было под впечатлением особенно когда смотришь на большом экране весь звук картинка ну надолго в голове останется еще пересмотрим наверное и вот сериал как я знаю он будет связан как раз с историем вроде как возникновение бена гессерет это вот эти женщины которые за кулисьем там ходят что-то делают за очень много лет до основных событий первую очередь интересно взглянуть как они с визуалом справятся и так далее будут косить под Дэнни Вильнёва под его фильмы вот по идее должны раз это все связано там уже на обложке есть немножко такой подкос но я думаю давайте посмотрим потом обсудим да начинаем 10 000 years before the birth of Paul Atreides before the universe would know us as the Bene Gesserit we founded a sisterhood assigned to the great houses to help them sift truth from lies we created a network of influence throughout the Imperium but power comes with a price a sister on the frame nothing is more important and this is the marriage that makes it possible this is us playing God and we will be judged for it what's the right way of the name 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 вот так мне это напомнило дом драконов не игру престолов а именно дом драконов к такая вот современная версия то что игра престолов все равно в другое время немножко снималась и другая атмосфера я не помню кстати возможно ладно не буду врать может макс тоже делать дом драконов может быть по чебе уже это да конечно чуть-чуть есть да такое не это напомнило потому что здесь тоже политика и кстати если брать книги там больше политический контекст и многие тоже когда сравнивали там книги и фильмы новые те кто читал книгу они естественно немножко захейтили фильмы ну это классика это классика да и ну и в целом как бы дюна строится на политике и вот здесь это прям ощущается в этом сериале фильмы это тоже есть на там это меньше как будто бы вот я вот это не такое ощущение слова да да и побыстрее там как будто все надо сделать да 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 но выглядит иначе на самом деле все другая атмосфера да да и но есть вот актер забыл его именно он был в кингспане да 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 и интересно что это будет всего типа 6 серий но не всегда справляется режиссер и шестью сериями как-то либо слишком быстро все скомкано либо наоборот как-то недорассказано ну в общем мы уже встречались всякими проектами где по 6 серий но если неплохо зайдет то будет продолжение скорее всего будет второй сезон я думаю ну да но в целом я не скажу что это прям мега хайпа и тут очень мало показали на самом деле такой чуть скорее тизер кратко кратко да да но выглядит не так уж плохо может глянем чтобы быть в курсе так сказать но мы сто процентов будем ждать трейлеров смотреть их и первую серию мы с не ознакомимся да если что напишем в этом телеграм-канале так что да забавный факт что вот есть актеры вот например здесь вот я не знаю как его зовут лысый а он во всех фильмах такой таком да да вот есть актеры которые не прическу не меняют они они одни и те же в разных фильмах это забавно по внешности об этом подумала в целом все мне больше нечего сказать так что ждем еще трейлеров так пишите в комментариях как вам ждете ли вы нужно ли и вообще на самом деле забавно что дюна хайпанула и начали делать контент но по сути начали делать наверное одновременно ну да я думаю что вот вышла вторая часть наверно все было запланировано после первого фильма еще да что там тоже неплохо собрало вот так вот вот так вот делают кучу всего чтобы чтобы был контент не успевали да ничего смотреть так что пишите в комментариях как вам ставьте лайки подписывайтесь на youtube телеграм нам будет приятно всем пока пока